МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 октября 2012 года. В Камергерском переулке не протолкнуться. В Московский художественный театр стоит длинная скорбная очередь. Зрители, друзья, актеры. Мы не сходили, не сходили во всем. Ее любили все. Кто с ней работал, кто с ней мало работал. Кто с ней много общался, кто мало. Все думали, что хоронить Марину Голубь после страшной автокатастрофы будут в закрытом гробу. Машина, в которой она ехала той ночью домой, превратилась в груду металла. Водители смогли вытащить тело водителя, а ее очень сильно сжало, так что пришлось долго все это вываривать, все железо, значит, очень долго вырезать пришлось. Молодая, энергичная, невероятно веселая. Женщина, которая получила наконец-то в любимой профессии то, к чему так долго шла. Войрок, несправедливость судьбы, многие в это не верят. Когда мне говорят, да нет, никто никого не убивал, это все случайность. Я говорю, кому вы рассказываете? Москва, 13 октября 2012 года. Глядя на Марину Голубь в последний раз, все говорили, что она очень красива. Специалисты из ритуального бюро сделали для этого все. У гроба актрисы зачитывают телеграммы с соболезнованиями от президента, премьера, мэра Москвы, министра культуры. Светлая память, Марина Голубь в себя сохранится в сердцах выродных и близких друзей, только честно почитать телеграммы Владимир Путин. Непонятно, кто пишет, там уж книгу судят нам, нам всем, но это не для Марины было, понимаете, совсем не для Марины. Есть люди несовместимые со смертью. Москва, 7 октября 2012 года. За два дня до своей гибели Марина позвонила матери своего друга Михаила Кравченко и сказала, что у нее есть важная информация. Кажется, она знает, кто убил ее сына. На следующий день, вот после этого спектакля, который стал роковым и последовавший к гибели, на следующий день она должна была приехать к матери Михаила Кравченко и что-то рассказать. Михаил Кравченко был очень известным и успешным бизнесменом, мебельным королем, которому принадлежала огромная фабрика 8 марта. Своё знакомство с ним Марина называла счастливым поворотом судьбы. Он пригласил ее поставить спектакль для корпоратива своей компании, выбрал «Горе от ума», Чацким назначил себя. И после первой встречи Марина сказала, «Таких, как он, очень мало. Он мыслит и формулирует так же, как мыслю и формулирую я». Очень харизматичный, такой настоящий мужчина, который всегда предложит помощь, который никогда не отойдет в сторону, когда тебе плохо. Понимаете, ну, личность совершенно уникальна. Тело 46-летнего предпринимателя было обнаружено в 4 часа утра 20 мая 2012-го. Неподалеку от Переделкина его «Мерседесу» преградил дорогу неизвестный автомобиль. И нападавшие расстреляли Кравченко из пистолетов. Когда его убили, она ко мне подошла и сказала, «Мне нужно с тобой поговорить». Я как-то была очень растеряна, и я спросила, о чем. Она сказала, у меня есть доказательства, я знаю, кто его убил. Марина наняла частных детективов и начала собственное расследование гибели друга. Как работает милиция, ее не устраивало. И она решила сама разобраться в том, как заверчен криминальный узел вокруг бизнеса Кравченко и кто конкретно был заказчиком его убийства. Многие и близкие, и друзья пытались ее осадить. Не лезь. Это очень странное убийство. Кравченко действительно, как мне говорили, имел виды на какие-то огромные помещения в Москве, которым интересовалась мафия. А у нас в стране она жива. Живее всех живых. Живее, чем в Сицилии. Была ли Марина в результате убийства Кравченко человеком, который разгадал тайну и подошла очень близко к этой разгадке, мне не знать. Но слух такой есть. Москва. 9 октября 2012 года. Марина Голуб торопится на спектакль и успевает дать интервью газете. Все как обычно. Бьет фонтан заразительной энергии. Такие беседы – мечта любого журналиста. Она появилась на пороге кабинета. Вся такая яркая, накрашенная, красиво одетая. Поскольку вечером она собиралась на премьеру в Театр наций. И я ей сделал комплимент, сказал, как хорошо выглядеть. К концу своей короткой жизни Марина Голуб заметно преобразилась. У нее были бесподобные наряды. Подтянулась фигура. Многочисленные друзья и коллеги отмечали свежий цвет лица. Она тратила много денег на процедуры в салонах красоты. И главной процедурой были поездки в Испанию. Она была очень востребована. И гонорары позволили купить там дом. И она в Испании проводила большие каникулы. Очень часто. Солнце, море, ветер, пляж сделал свое дело. Она похудела. Она загорела. И романы с мужчинами, конечно, делают свое дело. Скажите, что может быть лучшим массажем для женщины, чем любовник? Журналист не знает, что это последнее интервью в жизни Марина. После гибели актрисы первым делом вспомнит название спектакля, который она в тот вечер пришла посмотреть в Театр наций. Смертельный двигатель. Смотрите, какое название. Как оно совпадает с этой трагедией, что случилось. Это спектакль о машинах. И там танцоры изображают двигатель, поршни, машины. Марина Голуб обожала хорошие машины. Всегда их выбирала сама. Услугами профессиональных водителей пользовалась редко. В один день она пыталась вместить такое количество дел, на которые у других уходит неделя. И не ездила, а носилась по Москве. Жутко лихачила. И у нее были аварии постоянно. Как она шутила, рассказывала, что я постоянно попадаю в аварии именно в дорогие машины. На счету актрисы было три серьезных аварии. И действительно, таранила она не запорожцы. Каждый раз на ее пути оказывалась какая-нибудь жутко дорогая иномарка. За полгода до фатальной катастрофы она снова врезалась в чужой автомобиль. И чудом не пострадала. Свою искореженную машину Голуб отдала в ремонт и больше за руль не садилась. Из зрительного зала Театра нации Марина вышла с друзьями и стала звонить Дмитрию Туркину, человеку, который в последние месяцы играл в ее жизни роль таксиста. Актриса собиралась ехать на любимую дачу. Почти все видели ее перед отъездом. Почти все были на этом злополучном спектакле в Театре нации. То есть ее видели за 40 минут до того, что произошло. Через несколько часов в новостях покажут груду искореженного металла. Друзья и родные узнают, Марины больше нет. Дочь актрисы упадет у телефона в обморок. Вся театральная Москва оцепенеет в шоке. Или подождите, может быть, вы ошибаетесь, может быть, это что-то не так. Ирина Петровна, я слушаю в трубу. Включите, посмотрите, почитайте. Трагедия произошла на перекрестке проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Хёнде, в котором ехала Марина, резко рванул с места после включения на светофоре зеленого света. И тут в него врезался красный кадилак. В страшное ДТП попали еще две машины. Водитель одной из них был в состоянии шока. Машина перевернулась и на крыло момент. И еще один полет. Кадиллак ехал со скоростью 120 км в час. Огромная тяжелая машина. Простенький Хёнде такого удара, конечно, выдержать не мог. Две с половиной тонны в бок внедряются. Боковая часть машины была продавлена практически до середины. И вот они несколько раз перевернулись. Потом в них еще въехали еще две машины, которые не успели затормозить. Ехали. И все. Первая версия ДТП такова. Водитель кадиллака Алексей Русаков надеялся проскочить перекресток. Хотя для него горел уже красный свет. Установят, что за два последних года правила он нарушал 25 раз. Ездил пьяным. На красный. Выезжал на встречную полосу. Я даже не уверен, что он тормозил, что он сообразил, что надо тормозить. Смерть наступила от сочетанной травмы тела. Так напишут в своем заключении судмедэксперты. Поняв, что в ДТП есть смертельные жертвы, водитель кадиллака Алексей Русаков сбегает с места событий. И найти его полицейские не могут два дня. Пояснил, что он ушел. Он был растерян, был в шоком состоянии. А мать Михаила Кравченко уверена, гибель Марины и ее сына крепко связаны. И спустя несколько дней огорошат всю страну своей версии трагедии на том перекрестке. По ее версии, Русаков может быть замешан изначально. То есть убийство Марины Голуб каким-то образом было спродюсировано. То есть это не случайный вылет машины на перекресток, а что это была спланированная акция. Москва. 13 октября 2012 года. Друзья и коллеги Марина Голуб решили во время панихиды показать ее живой. На экране пляшет веселая и заводная Марина Голуб. Этот момент забыть не сможет никто. Было почти невозможно артикулировать что-то, потому что все, в общем, ревели. Безмерно огорчен и растерян Олег Табаков. Он взял к себе Марину в том возрасте, когда она уже не надеялась на чудо и серьезные роли. Олег Павлович человек очень умный. Он пригласил Марину в Амхат не случайно. Он понимал, что она может оказаться такой очень важной творческой фигурой в театре. Потому что она может играть все что угодно. Последняя премьера по пьесе Петрушевской до ее работы в «Васе Железновой». По сути дела, выводили ее на эту дорогу, на которую можно дерзать от первого лица. Марина страшно боялась подвести поверившего в нее Табакова. Роль «Васе Железновой» досталась ей практически случайно. Режиссер поругался с актрисой, назначенной на роль, и ее предложили Марине. За несколько дней, например, за неделю-две что-то созванивались. Я говорю, ой, Вадик, я боюсь, я не знаю, что делать, у меня ничего не получается. А мне почему-то было полно уверенно, что все получается. Вот почему и не знаю. Многие коллеги считают, что роль «Васе Железновой» Марине удалась. Потому что пришла она к ней, переполненной своей личной огромной драмой. Ну что ты, Рохор предлагал украсть Колю, он выпушит. Ну тут сегодня все вы. А он и трезвый муж. «Васа Железнова» точно так же любит своего непутевого мужа, и он делает с ней все, что хочет. Такая женщина, как Маринка, она, естественно, не могла не быть любвеобильной и не могла не быть несчастной в любви. Первое сильное чувство Марина испытала к Дмитрию Золотухину, который прогремел на весь Советский Союз, сыграв молодого Петра. «Знаю, помню, у каждого нож на меня припасен. Да у меня на каждого топор!» «У них действительно что-то было такое общее, вот в Машке и в Митьке. Я думаю, что они что-то не доглядели в этой жизни. Мне бы вот, вот я лучше бы пары не видела». Он был ее однокурсником в школе-студии МХАТ, и она очень хотела привлечь его внимание. Другие заклинали – не надо, у него слишком много поклонниц. Но ей нравились только самые красивые и видные мужчины. «Его обожали и боготворили миллионы женщин, но Марина мечтала быть с ними». «Я могу сказать, что я влюбчива, и я умею любить». Но чем популярнее становился Золотухин, чем больше у него было ролей в кино, тем хуже становились его отношения с Мариной. Однажды она объявила ему, что ждет ребенка. Но жениться он не хотел, да и она решила, что ребенок пока не кстати. Молодые люди расстались. И это была первая глубокая рана на сердце Голуб. «Так как это было уже к четвертому курсу, мне пришлось лишиться этого ребенка самой. Я это вспоминаю сейчас как о чем-то очень настоящем, но и очень-очень горьким». Но самой большой трагедией для нее стало крушение брака с актером Анатолием Белым. Они прожили вместе 10 счастливых лет, венчались в церкви. И предательство любимого человека просто раздавило актрису. Она считала, что это ее муж. Перед Богом она воспринимала его как того единственного, которому она придет к Господу. Она очень переживала, она была настоящей стопроцентной женщиной. В день прощения с Голуб все гадали, придет он или нет. Сначала была информация, Белого на панихиде не будет, у него съемки в Минске. Но он все же приехал. И появился на прощении вместе с Инессой, женщиной, который ушел от Марины. Говорить о ней спокойно актриса никогда не могла. Вот она с большим животом, это 9 месяц, она на кинотавр приезжала вот с таким животом. Все говорят, почему в таком виде надо приезжать и идти по дорожке? И еще потом даже Толя сказал, что это как-то женщина, если она тебя любит, если она сидит дома, тебя ждет, ты где-то, ну что же это такое? Сегодня Анатолий Белый – большая звезда. Много снимается в кино и играет ведущие роли в театре. А роман с Мариной у него случился, когда он был незаметным членом группы МХТ. И звали его тогда Анатолием Вайсманом. Сначала оба думали, что это просто легкая интрижка во время гастролей. Но вскоре стало понятно – это любовь. Марине было 38, ему 23. Но это ни ее, ни его не смущало. Он интересный парень, стройный, интересный. Любовь зла. У Марины было редкое качество. Она умела не только искренне восхищаться любимым мужчиной, но и убеждать в его грандиозности всех вокруг. Статус актера Белого стремительно рос. Она познакомила его с массой значимых в театральной среде людей, давала Белому дельные профессиональные советы. Ну, не всем нравился брак. Многие подозревали в этом браке какую-то, наверное, неискренность со стороны юного, молодого, красивого мужа. Она толкала Белого вперед, как локомотив вагона. От неудач Анатолий нередко впадал в депрессию, и Марина знала, как снова вселить в него уверенность в себе. Она вложила в него невероятное количество душевных сил. У него были минуты большого отчаяния. У него ничего не шло, ничего. Его тебя заметят, увидят. Ты очень способный и талантливый человек. Первые годы брака она была абсолютно счастлива. И в разлуке с мужем получала письма с признаниями в любви и клятвами вечной верности. Но со временем она стала много думать о том, что большая разница в возрасте обязательно сыграет с ними злую шутку. И она понимала, что она его лишает самого главного продолжения жизни. И если он действительно умный, талантливый, неординарный мужчина, каким у него могут прекрасные быть дети. И Марина ему этого дать не могла, потому что не хотела. Она винила себя в этом потом. Она считала, что, ну, может быть, и это является причиной. Ребенок бы укрепил их семью, если бы она родила через несколько лет после того, как они сошлись. Но она не хотела рисковать карьерой. Ее только-только стали вводить в спектакли назначимые роли. Она стала популярной. Ребенок в зрелом возрасте дался бы непросто. И затормозил бы ее на пути к долгожданному признанию. Она добивалась всего сама. И надо дать должное ей. Только тяжелым каторжным трудом она прошла через это чистилище искусства. Из школы-студии МХАТ Гулуб выпустилась со спектаклем, на который ломилась вся Москва. «Хелло, Долли» сегодня назвали бы мюзиклом. Марина проявила все свои таланты. Это был пластический спектакль. Это был драматический спектакль. И я ни с кем не могу сравнить то, как работала Марина. Но после этого триумфа искрометную артистку не взял в труппу ни один престижный театр. Скорее всего, маститые режиссеры просто боялись ее бурного темперамента, плохо представляя, как его применять. Она выламывалась, в общем, из такого типологии, что ли. Не был такой настоящий южно-русский темперамент, который встречаешь у женщин там в Ростове, в Краснодаре. Такие станичницы, которые могут не только коня на скаку остановить, но и хребет ему переломать. В день похорон Марины водитель, убившего ее Кадиллака Алексей Русаков, выкладывает свое обращение в интернете. По стечению обстоятельств я стал участником и вероятным виновником автокатастрофы унесшей жизни известной всеми любимой актрисой Марины Голу и водителя, управляющего автомобилем, пассажиркой которого она являлась. Новости продолжают показывать страшные кадры. Место трагедии, искореженной Хенде. И вся страна жаждет крови сбежавшего с места ДТП убийцы, который уверяет, что не виноват. Скажу честно, я не верю в лояльность и беспристрастие следствия и органов исполнительной власти к этому делу. И очень боюсь стать козлом на отпущение. Газеты пишут, это еще один мажор на дорогой иномарке. Хронический нарушитель без страха и совести. Сколько их носятся таких уродов? И кто их, наконец, остановит? При этом осталось незамеченным, что Дмитрий Туркин, подвозивший Марину, ездил по чужим правам. И на дороге случилась встреча равных в своем пренебрежении законом правонарушителей. И вина Русакова не очевидна. Не факт, что он двигался со скоростью 100 км в час, потому что ее никто не установил. А могли ее установить. Но мертвого Туркина жалели и не хотели ни в чем винить. А Русаков стал объектом ненависти всей страны. Убил и сбежал. Мерзавец. Полиции пришлось его ловить на живца, невесту Вику. Они дали информацию в прессе везде, что вызывают его невесту, вызывают на допрос и хотят ее обвинить в укрывательстве, что, мол, она знает, где он и так далее. И дали эту информацию в прессу. И этот Алексей, вот тут он запереживал, видимо, впервые, я так думаю, за все эти дни, по-настоящему, он позвонил ей. Они установили местонахождение телефона и уже через несколько часов его поймали. Москва. 13 октября 2012 года. На похоронах Марина Голуб и ее дочь Анастасия выглядят совершенно отрешенной. Как будто она не здесь. После сообщения о гибели мамы у нее был настолько сильный шок, что друзья актрисы решили, что она должна принимать сильные успокаивающие средства. Так страшно подействовало на Настю это огромное горе. Там и капельки, и таблетки, чтобы нервы свои просто не разорвать на части. Они были не просто мать и дочь, а настоящими подругами. Актриса знала о дочке все. Они поддерживали друг друга каждую минуту. Когда Голуб бросил белый, Настя очень боялась, что мама уйдет в монастырь. Так много времени Марина проводила в церквях и молитвах, пытаясь хоть немного притупить острейшую душевную боль. И в миру она осталась во многом благодаря своей дочке, которая не могла и дня прожить без обожаемой, такой теплой, такой нужной мамы. Я в Насте вижу Маринен интонации, Маринен юмор, Маринен энергию. Внешне очень много похожего, и это мне очень нравится. И как-то они для меня вот сейчас вместе существуют. Настя – дитя скоротичного брака молодой Марины, который продлился чуть больше месяца. Евгений Тройнин был бизнесменом, старше ее на 4 года. Красиво ухаживал, был очень обеспеченным человеком. Вполне возможно, что с ним бы Марина была как за каменной стеной. Но карты спутала ее влюбчивость и то, что ей было скучно с человеком другой группы крови. Тянуло к людям ярким и творческим. На гастролях в Волгограде она познакомилась со студентом-историком. Он был немыслимым красавцем, вылитый депардье, и мечтал о сцене. Мы созванивались периодически, я ей звонил, она узнавала, как, чего там. Потом я узнаю, что она развелась. Я пришла и первое, что я сказала, через месяц. Вадик, я ушла от мужа. Он говорит, как? Как это так? Почему, Марина? Я говорю, не спрашивай ничего. Моя жизнь другая. Ну и у нас начался с Вадиком Роман. Очень много говорит о характере Марины то, что она ушла от обеспеченного мужа, даже несмотря на то, что ждала ребенка. У нее не было денег, в работе был простой, самочувствие ужасное. Но жить с нелюбимым человеком она ни за что не хотела. Ее захватило сильное чувство, и она ощущала себя пигмалионом. Марина убедила Долгачева переехать в Москву и поступать в театральное училище. Помогла готовиться к экзаменам и была безумно счастлива всем его успехам. Так она будет относиться и к другим своим мужчинам. И она, конечно, ну, она их выращивала в какой-то степени. Знаете, когда берется раненый щенок, из него делается прекрасная породистая собака. И это была настоящая еврейская мама. А эти же мама готова на все ради своего детища. Но Вадим Долгачев не оправдал ее надежд. Он стал прекрасным отцом для Насти, но тщеславия и амбиций в нем было слишком мало. К тому же в то время он пил. Марина активно пыталась его переделать, но в какой-то момент поняла, что у нее ничего не выходит. Я, конечно, надеялась, что он прорвется, а он прорывался в другую сторону. Долго накапливалось, это какие-то мелкие непонимания, потом они вырастали в большее непонимание. Потом у меня не сложилась та карьера, которая, вероятно, хотела бы, чтобы сложилась Марина. А в браке с Анатолием Белым все сложилось так, как она мечтала. Все ее труды и вера в мужа себя оправдали. Он стал востребованным актером, самостоятельной личностью, а не тенью звездной супруги. О том, что у мужа есть молодая любовница, она, как большинство жен, узнала последней. Белый не сразу решился на развод. Долгое время он вел двойную игру. Оказался у меня дома в Париже со своей любовницей. И даже ночевал. Поначалу я им предложил две кровати, они сказали, одну будет достаточно. Я был удивлен, но, конечно, Марине этого не передавал. После развода она чувствовала себя человеком, которого переехал поезд, и он уже никогда не встанет с постели. Душевную боль не унимали ни лекарства, ни молитвы, ни общения с друзьями. На публике она держала лицо, оставаясь все той же энергичной хохотушкой. Но самые близкие ей люди знают, какие страшные дни она провела в одиночестве, зализывая раны. Нужно было пережить это втайне, не показывая нерв, слез. Они же были в одном театре. Это, знаете, когда отключают этот аппарат. Уже безнадежно и отключают. Ей нужно было свою любовь отключить. Самой, своими руками. Москва. 13 октября 2012 года. Так уж устроено в этом мире. Когда человек уходит, то о нем начинают говорить гораздо лучше, чем при жизни. На прощании с Мариной Голубь режиссер Константин Райкин превозносил талант актрисы, которая проработала в Сатириконе 6 лет. Она работала с папой, с одной. Тогда уже была совершенно уникальная и неповторимая. Но Марина из Сатирикона ушла. Не сработалась, обиделась. Ее не оценили в должной мере. Долгие годы она переживала из-за того, что ей не давали больших серьезных ролей. Что режиссеры используют ее в лучшем случае для краски. Дать короткую эмоцию в эпизоде. Бывали моменты, когда я работала в ресторане, где сидят пьяные люди, которым вообще ничего не нужно. Я все время билась, билась, как рыба об лед. Есть актеры, которым, к сожалению, не все сразу идет в руки. Наоборот, если что-то и делается ими, то всегда вопреки или несмотря. После Сатирикона она работала в театре «Шалом». И здесь вроде пришлась ко двору. В спектаклях театра было очень много танцев, и тут Марине не было равных. А я вам скажу, еврейский муж – это как чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Она яркая, темпераментная, гротеск – это ее краска. У нас, я подсчитал, если мы играем весь месяц в Москве, то мы играем примерно 26 спектаклей. За это время проходит на сцене у нас 120 танцев. Марина тогда участвовала почти во всех. В это трудно поверить, но Марина Голуб в детстве собиралась стать балериной. Она была худенькой девочкой, очень пластичной и подвижной. Она не была вовсе тяжеловесом, которым она стала в последние годы своей жизни. Никаких метаний при выборе профессии не было и быть не могло. Ее мать Людмила Голуб была актрисой, работала в Москонцерте и в театре имени Гоголя. Снялась в эпизоде в фильме «Человек родился». Другой судьбы у нее быть не могло, потому что она всю жизнь была с малолетства в окружении людей театральных, музыкальных. Людмила Голуб выступала на эстраде с легкими, веселыми эстрадными номерами. А в жизни была человеком, с которым очень непросто, прямолинейным, иногда жестоким. Отношения с дочкой у нее были сложными. Она была категорична, она многое не терпела, она была нетерпелива ко мне. Я ее чем-то раздражала. Когда Марина выросла и стала взрослой женщиной, то отношения с матерью то прерывались совсем, то сшивались на тонкую нитку, которая рвалась очень быстро. Вы не представляете, какие у нас были баталии и сколько слез было пролито. Она просто не принимала каких-то моих отношений с мальчиками. Там было очень много всего. А потом, когда уже я становилась взрослой, началась творческая ревность. У меня начались какие-то удачи. А она в этот момент у нее с работой не так была. Мать актрисы умерла за год до того, как голубь попала в смертельное ДТП. И в последний путь Марину провожал отец. Друзья не знали, как сказать ему о том, что ее больше нет. Он любил Марину так, как не любит родных детей. Она была его приемным, но бесценным ребенком. Его, конечно, успокоительными пытались привести в себя. Но когда выносили Мариночку из театра, из МХАТа, он не сдержался. Он закричал, он заплакал и так далее. В общем, это было ужасно. Когда мать Марина тяжело заболела и стало понятно, что она уходит, две самые близкие на свете женщины наконец-то нашли общий язык. Марина простила ей все обиды. И, наконец-то, они смогли поговорить по душам. Она уже начинала болеть. Я лежала с ней, она так взяла вдруг мою руку. Первый раз так в жизни. Сказала, у тебя что-то не так? Ну, поговори со мной. Ну, скажи. Я поняла, что в этот момент, может быть, первый раз произошла какая-то очень большая наша близость. Марина умела прощать. И со временем простила и бросившего ее Анатолия Белого, дав понять, что желает ему только счастья. И многие говорят, что отпустила ее потому, что она снова была влюблена. Ее жизнь перевернула знакомство с бизнесменом Михаилом Кравченко. Очень красивый внешне, длинные волосы, такие умные глаза, такая голливудская, можно сказать, внешность. При этом очень умный, мудрый человек и во многих отраслях вообще талантливый. В нем сочетались несочетаемые вещи. С одной стороны, цепкая хватка бизнесмена. Он создал свою империю с нуля, с одного дивана, сделанного своими руками. И за несколько лет сколотил состояние в 250 миллионов долларов. С другой стороны, он писал стихи, картины, был философом, актером, путешественником. И эта гремучая смесь просто парализовала Марину. Скрыть то, что Марина влюблена, было невозможно. Потому что она, знаете, просто, по-моему, сантиметров 15 над землей летала. То, что она была счастлива в этот момент, это абсолютно точно. В личной жизни у Михаила была большая трагедия. В автокатастрофе погибли его жена Светлана и дочка. После этого он несколько лет не праздновал день рождения. Трагедия была связана просто с аварией на дороге. И он считал себя виноватым. Но благодаря заразительной энергии и жизнелюбию Марины, Кравченко оттаял. Она знала, Михаил не свободен. У него есть женщина, с которой он живет в гражданском браке. Но ее влюбленности это не мешало. Марина ни секунды не была введена в обман. Марина прекрасно это знала. И на момент гибели Миши его сыну было 9 месяцев. Московская область, 4 октября 2012 года. В тот день она спешно собиралась выезжать с любимой дачи. Впереди были репетиция в театре, съемка в телепрограмме «Девчата». И вдруг с оглушительным звоном разбилось зеркало. Само по себе его никто не трогал. Она пришла в театр и, опять же, со смехом, с улыбочкой, она рассказывала о том, что дома у нее упало зеркало. Висело зеркало и упало. И разбилось. Демисгином вот так вот разлетелось. И как-то все немножечко не разделили ее вот этого смеха. Про еще один зловещий знак вспоминает ее друг, историк моды Александр Васильев. Они вместе хоронили мать Александра на Троекуровском кладбище. И Марина сказала тогда пророческие слова. Сказала, можно я первое брошу? Я тут лягу. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Она была первая, которая бросила комок земли на гроб моей мамы. Как тут не верить и не быть суеверным? Это удивительно. Теперь они лежат неподалеку друг от друга. Москва. 13 октября 2012 года. На Марине Голубь красивое бежевое платье. Она любила его за легкость и то, что оно делало ее гораздо стройнее. Она как-то драпировала ее фигуру, не подчеркивая никаких лишних деталей, а наоборот подчеркивая какую-то воздушность ее внутреннюю. Актриса обычно хоронит в костюме и спектакле. А это было такое, знаете, победное женское платье. О том, насколько интересной она была, говорят все, кто вышел к микрофону. Безусловно, женщина по воплощению. Женщина очаровательная. Но Марина не считала себя красивой. И всю свою жизнь страдала от нестандартной фигуры. Она то худела, приложив немало усилий, то поправлялась вновь. Рекордные прибавки в весе, как правило, были следствием очередного заеденного стресса. Само собой, после развода с Анатолием Белым, стрелка весов поползла вперед. Марина набрала. Набрала не по-детски. Она стала похожа вот как раз на ту самую тумбу карельской березы, которую она назвала печкой-буржуйкой. И ее было трудно одевать. На нее уходило много ткани. В кино ей давали роли исключительно ужасных теток. Провинциально, толсто, громогласно. Подари мне колечко, как колечко золотое. Ты ко мне приходи, будем мы жить. Давай, Лора. У меня с кинематографом складываются сложные взаимоотношения. И правильно. Я в данном случае не кинематограф, а, наверное, себя. Будь я, может быть, немножко в другой форме. Не знаю, кинематограф требует некой такой, может быть, другой физической эстетики, что ли. Хотя мы знаем много полных актрис. Не знаю. Она идет в гримерную свою, я в свою. Ирина Петровна, я решил ухудеть. Смотрите. Показывает мне ухо. Нашла какую-то женщину, которая ей вот сюда вставила какую-то серьгу, какую-то точку, которая отвечает за полноту. Все, я сейчас начинаю резко худеть. Я совершенно не хочу есть. Но пара месяцев, и серьга из уха Марина пропала. И она снова накрывала шикарные столы для друзей и жила ни в чем себе не отказывая. Встречаемся. Опять говорю, кстати, как эта серьга... А, ерунда. Убрала. Нету серьги. Резко похудела Марина, когда влюбилась в Михаила Кравченко. Так было всегда. Она начинала летать, когда ей нравился какой-то мужчина. Отношения у них были очень бурными. Репетиции спектакля «Горе от ума» часто превращались в громкий спор. Две неординарные личности фонтанировали идеями и спорили, чья лучше. Это доходило до таких криков, что мы просто так пригибались, а над нами, что называется, да, хозяйка, пули свистели у меня у самой головы. Многие считают, что Марина Голуб получила к октябрю 2012-го очень четкую картину убийства Кравченко. И узнала, что заказчики те, кто хотели отжать его прибыльный бизнес. И была возмущена, как быстро его империя оказалась в чужих, нечистоплотных руках. Люди, которые получили от него всю специальность, деньги, бизнес, они его предали. Мало того, что они его предали, они сейчас грабят его родителей. Была версия, что у матери Кравченко, что Русаков является каким-то звеном в этой цепочке такого заказного убийства Марины Голуб. Но с точки зрения экспертов, даже независимых, не связанных со следствием, все-таки это невозможно. Москва. Июль 2013 года. Никулинский суд Москвы. Очередное заседание по делу Алексея Русакова, обвиняемого в гибели Марины Голуб. Его адвокат говорит, что за 8 месяцев следствия была масса нарушений и требует, чтобы дело возвратили прокурору. Вначале Русаков полностью отрицал свою вину, потом признал, но частично. Я не подозревал, что автомобиль, в котором была Марина Голуб, так резко стартанет мне на перерез. Вероятно, в стрессовой ситуации я принял неверное решение, добавив газ. Независимый эксперт Нагайцев считает, что расследование не было объективным. Правильно ли работал светофор? Какой горел сигнал, красный или все-таки желтый? Какой была истинная скорость машин? Вопросов много. Либо так называемая обоюдная вина. Один несвоевременно выехал, второй несвоевременно отреагировал, либо вина одного водителя, который ехал на Хюндай, потому что он не убедился в том, что Кадиллак выезжает на перекресток. К этому делу было приковано внимание всей страны. Русаков вел себя в суде ужасно. Кричал там, что-то я зря сижу, дергался, прыгал, вставал. Строго Русаков был бы наказан даже при полном отсутствии вины. Такую ненависть вызвал у всех этот молодой человек. Какие у вас претензии? Кроме того, что они несут чушь. Вы не готовы отвечать на вопрос? Я вообще не собирался. Мы его запрещены. Назначено было ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в справедливой колонии общего режима. После гражданской панифиды гроб с телом Марина Голуб пронесли через живой коридор рыдающих людей. По театральной традиции звучали аплодисменты. На прощении все говорили о том, что Марина и смерть – это вещи несовместимые. Она жаждала жизни, была гениальной актрисой, замечательным другом, как никто умела любить. И главное – заражать всех неуемной энергией и весельем. Когда отпели и кремировали, уже потом, когда мы были в Амхате на поминках, упал портрет, мы говорим, о, Маня с нами. Мы говорим о ней, вдруг лопается чашка, о наших глазах, и все эти осколки. Мы говорим, а, это Марина нам привет передает. На Троекуровском кладбище похоронено немало знаменитых актрис, ушедших, как и Марина, молодыми и красивыми. На памятнике Марине Голуб была маленькая белая голубка. Но ее украли или нечаянно сбили. Это был, конечно, удар, который нанесен был многими из нас, и до сих пор мы не поправились. Ее уход был просто жесток и несправедлив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова